Здравствуйте, друзья! Такая форма автоматных и винтовочных пуль, применяемых в современном нарезном длинноствольном оружии, объясняется просто. Удлиненный объект, вращающийся вдоль своей продольной оси, лучше стабилизируется, быстрее набирает скорость, а заостренная головная часть помогает преодолевать сопротивление воздуха. Такая пуля в теории летит далеко и точно. Основному оружию пехотинца это и нужно, поражать цель на дальних расстояниях. К пистолетным патронам требования несколько иначе, поскольку данное оружие применяется для ближнего боя. Дальность полета пули не особо важна при этом, зато желательно, чтобы она имела высокое останавливающее действие и максимально передавала свою энергию цели. Опять же, пистолет оружие компактное, существует определенное ограничение на длину боеприпасов. Давайте сейчас разберемся, почему пистолетные пули тупые, а не острые, как у винтовок. Сделают конструкторы длинный патрон, у оружия получится слишком широкая рукоять, которую и в руке не удержишь. Так что конструкторам приходилось изощряться, придавая снаряда форму, подходящей по аэродинамике и по требованию со стороны надежности оружия. Например, во второй половине 20 века набрали популярность пули, у которых головная часть имела коническую форму со срезанной вершиной. Конечно, можно сделать пистолетную пулю вообще цилиндрической, но вот беда. Во-первых, с аэродинамикой у таких снарядов будет все очень плохо. Во-вторых, самозарядный пистолет у эту форму боеприпаса переваривают с трудом. Если говорить о первых, то одним из рекордсменов в данном вопросе, если не считать подводные и стреловидные боеприпасы, стали испанцы. Разработавшие в конце 40-х, в начале 50-х годов крайне любопытный патрон 7,92 на 40 мм с очень длинной и острой пулей. Конструкторы, среди которых были небезызвестный Людвиг Форгримвлен и Гюнц Восс, надеялись получить сочетание высокой настильности, точности, малой отдачи оружия при стрельбе и т.д. Результаты были обнадеживающими, однако договор о военно-техническом сотрудничестве с США поставил крест на перспективной задумке. 7,92 на 40 мм требовалось еще долго и усердно пилить, а американцы пришли со своими готовниками Т-65, они же 7,62 мм от НАТО. Теперь о тупых. Как уже было сказано, автоматика пистолетов плохо работает с прямоугольными в сечении боеприпасами, но в револьверах подобные пули применяются регулярно. Правда, в подавляющем большинстве случаев они служат не для самообороны и причинения противников адских мучений, а сугубо для спортивных соревнований. При стрельбе по бумажным мишеням обеспечиваются ровные края отверстий, что сильно облегчает подсчет очков. Еще можно вспомнить отечественные пистолеты ППС ВУЛ, использующие боеприпасы СП-4 с отсечкой пороховых газов. В нем пуля тоже имеет плоский торец. Впрочем, спецоружие это тема для отдельного разговора. Однако, далеко не всегда разделение острой автоматной, тупой пистолетной работы. Например, американский боеприпас .30 карабину М1 был снабжен пулей вполне себе пистолетного форм-фактора. А китайский патрон 5х8х21 мм, ДАП-92 или бельгийский 5,7х28 мм со строносыми пулями применяется в краткосвольном оружии. Более того, китаец был специально разработан именно для пистолетов. Правда, конструкторы в данном случае гнались не столько за дальномольностью, сколько за увеличением пробивного действия пули. Современные противники на поле боя зачастую оснащен средствами индивидуальной бронезащиты, которые способны остановить обычные тупоносные пистолетные снаряды. Астроносы пули легче проходят сквозь сталь, кевлар и титан, а высокая начальная скорость до некоторой степени компенсирует пониженные запреградные действия. А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментарии. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!